Расскажу, наверное, эту историю. Несколько дней назад мы делали в Казани программу с моим другом Володей Ольцманом «Песни оттепели». Посвятили программу 105-летию Александра Главича. Мы решили не только его использовать в поэзии, а очень многих поэтов того времени оттепили. И в момент, когда пели песню на стихи Пожененова, всем известную. Если радость на всех одна, на всех и беда одна, В море встает за волной, волна. И вот в момент, значит, звонит у меня телефон, я беру трубку, там незнакомый мужской голос говорит. «Во Эльмира?» Я говорю, да. «Мы приглашаем вас на съемки передачи, посвященные Григорию Поженяну». Даже как-то так работает, я говорю, ладно. Не вдаваясь в подробности, как бы, ну, у нас процесс, там, репетиция, надо же, чудеса вообще. А, нет, я успела спросить. Я говорю, а вы в каком городе? Потому что назвал канал, который я вообще не знаю, канал доверия. Москва, конечно. Я говорю, так я-то в Казани. Он говорит, ой, как так? А вы, говорит, будете, значит, в ближайшее время? Я говорю, ну, вот буду, вот, два дня назад. Еду я, значит, к ним туда. И думаю, почему они меня позвали? Никак понять не могу. Ну, написала я несколько песен на его стихи. Ну, они ни слова не сказали. И я, значит, пишу, говорю, а мне гитару брать? Он говорит, нет, не надо. Думаю, совсем непонятно. Что ж такое? В общем, я туда приезжаю и... Оказалось, меня пригласили как эксперта по биографии Поженяна. И стали спрашивать, ну, такие вопросы. Почему он это сделал? Почему в этом году он вот так поступил? А как вы думаете? А почему так? А что вот он испытывал? А о чем он думал? В общем, я выкручивалась просто как могла. Не знаю, что из этого получилось. Наверное, бред полный. Ну, в общем, мне открылась тайна, как пишутся передачи. И по какому принципу? Куда-то вот людей, да? Берут кого попало. Я могла, я говорю, я могла всё, что угодно говорить вообще. Хорошо, что я люблю этого поэта и, ну, как бы знала о нём много. Ну, как, насколько много позволяет вот там литература, которую я читала. Мне было интересно, потому что он такой фронтовик. Не просто фронтовик, а вот хулиган, герой. Он, у него, по-моему, все какие существуют, вот ордена такие вот боевые, у него всё есть. Он дважды там получал тяжёлое ранение и думали, что он погиб, похоронка с его именем пришла. Его имя там настыли среди погибших в Одессе, там высечено и так далее. И про него говорили адмирал. Там один говорил, что вот, ну, храбрей-то, конечно, нет, не было у нас офицера. Но и хулиган, конечно, невозможно. Его дважды хотели, значит, ему присвоить героя Советского Союза. Но он совершал такие поступки, как, например, замполита за борт выбросил. Вот и в таком духе там. Или его приглашали, когда он уже после войны поступил в Литинститут. И вдруг его вызывают в ректорат и говорят, Пожинян, ты должен выступить, значит, вот против космополита Павла Антокольского. Пожинян говорит, ладно. И на следующий день приходят при полном параде со всеми этим своим иконостасом. Ну, там, правда, ордена прям самые-самые. И выступают в защиту. Ну, его из института, значит, по-первых, сказали, чтобы ноги, в общем, не было. Он встал на руки и вышел на руках. Вообще, вот такая вот личность, да. И вдруг это и поэзия такая вот. Ну, вот как это сочетается, это, конечно, одному Богу известно. Вот как это вот в одном человеке все. Предчувствие. Правильно вас вызвали. Правильно вызвали вас. Думаете? Ну, да. Будем так. Раз вот в момент песни на его стихи они позвонили, наверное, да. Снега светит туман, а солнце съест снега. Ромашковый обмор начнет мои луга. И поплывут они, а может, полетят в небедовые дни, за стаями утят, пригреются холмы, а та и такая. Я вызываю сны, где вся в смоле сосна. Предчувствие весны сильнее, чем весна. И ты, как я, лови, не слышеный звук губой. Предчувствие любви сильнее, чем любовь. Это что так тихо укроет нас двоим. Предчувствие стихо. Снега светит туман, а солнце съест снега. Ромашковый обмор начнет мои луга. Снега светит туман. 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 Продолжение следует...